Скажу вам так, вся земля полна его славы. И если кто-то из вас сегодня не ленился и хотел пойти побыть в служениях других, молитвенные дома полные, сердца народа Божьего открытые, славят, хвалят, величают Господа. Одни с восьми, вторые с девяти, третьи с десяти, с одиннадцати пришли к нашему времени, мы в час тридцать тоже начинаем служение, благодарим Господа Бога нашего. До молитвы. Духовная школа, где мы учимся, как нам правильно жить, как нам правильно ходить. Я вам скажу, сегодня теория, а завтра, послезавтра на неделе практика. И как хорошо, если у нас есть энное знание, как нам поступать. Библия пишет так, что из-за недостатка ведения некоторые потерялись. У некоторых ослабела любовь. Люди не знают, как им идти, как им двигаться, что делать в своей жизни. Поэтому пусть имя нашего Господа будет возвеличено и прославлено в этом служении. Мы помолимся о воскресной школе, благословим их учителей. Мы помолимся о проповедниках, которые назначены сегодня будут проповедовать. Это наши братья Константин Костюкевич и Валерий Абрамович. Они сегодня будут делиться словом. Группа прославления во главе с Павлом Ванзюковым будут играть, петь, славить и хвалить Господа. Сестра будет рассказывать стих. Ну и у нас сегодня есть гости. Наверное, вы понимаете и знаете, я говорил. Есть наши сваты, чуть позже мы их представим, покажем вам, поскольку сегодня есть некий праздник в нашей семье. Да не только, как бы и в церковной семье. И вчера много сестер присутствовали, имели свое общение. Это, конечно, в первую очередь радость родителей. А может быть, даже в первую очередь сказать, это радость молодых людей, затем нас как родителей, а затем всей семьи как церковь. Потому что я вам скажу, церковь есть семья. И как хорошо, когда в семье с вами могут порадоваться, заметьте, порадоваться, вашему лучшему автомобилю, вашему новому дому, вашему красивому костюму. Вы пришли в Дом Божий, вас встретили и вам сказали, о, наши друзья приехали из отдыха, как красиво, хорошо вы выглядите. Ох, как нарядно вы одеты. Как мы рады видеть вас. Это стимулирует, это ободряет, это радует, это благословляет. И тогда мы вместе встаем, славим и хвалим Господа, Бога нашего, за Его чудесные милости, за Его благословение. Помолимся о тех, кто болен, кто в нужде, кто в переживании. Я вижу, некоторых людей нет, уехали. Другие штаты, другие места, все еще отдых. А в Америке целый год можно находить места, куда бы ехать и отдыхать. И там тоже, если есть возможность быть в Доме Божьем, славить и хвалить Господа, Бога нашего. Но, придя в дом молитвы, мы настроим ухо наше, наш слух и наше сердце, собственно, на слышание Божьего Слова. Моя задача, я хочу вас прежде всего ободрить, приподнять, как-то преподнести выше перед Господом, чтобы мы в нашей хвале прославили Господа. У нас будет сейчас молитва, мы помолимся Богу нашему. Мы вот услышим несколько стихов Библии, которые будут, ну, поощрять, двигать нас, мотивировать для того, чтобы славить Господа. И после такого слова, и после такой молитвы, и вы увидите, группа прославления быстро поднимется, и мы вместе с ними пойдем славу и хвалу Господу Богу нашему. Он достоин хвалы. «Господь Бог все сделал для нас, и спасение подарил даром». Это сейчас мы озабочены о наших домах, о наших одеждах, и еще больше всего мы озабочены нашим телом. Мы озабочены, чтобы нам лучше слышать, лучше видеть. У нас что-то болит в теле, это нас беспокоит. Придет время, всего этого не будет. Но к этому времени каждый из нас должен приготовить свое сердце. Итак, послушайте, первый текст говорит следующее. «Пойдем к жилищу Его, поклонимся под ножью ног Его». Дорогие друзья, жилище Господа Бога нашего, оно большое, и всякий верующий и любящий Господа обязательно найдет Его. Приходит к этому жилищу, там пребывает Господь в доме Божьем и, собственно, и в нашем сердце. Дух дышит везде и всюду. И я вам скажу, христиане всегда обязательно находят своих. Затем, Священное Писание предлагает нам, воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Дорогие друзья, все те, кто свободен, и сердцем, и душою, нет проблем. Есть возможность приподнять руки, поблагодарить Господа и воздать Ему славу и хвалу за Его милости. И когда с таким искренним сердцем мы приходим пред Господа, слушайте, что совершается. А совершается великое, благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Аллилуйя Богу нашему, Он достоин славы, Он смотрит на твое сердце, Он наблюдает за твоими устами, насколько ты открыл для славы и хвалы Господней. И говорит Господь, я видел тебя, я наблюдал за тобою, и в твоих скорбях, и в твоих трудностях, и в твоих переживаниях. Ты думаешь наперед, я пойду с тобою и благословлю тебя. Пусть имя нашего Господа будет прославлено. И последний текст я читаю, мы будем молиться славить Господа. Придите. Это для группы прославления и нас. «Воспоем Господу, воскликнем твердыни спасения нашего». Не просто так, а даже звонко как-то. «Воскликнем твердыни спасения нашего, предстанем лицу Его со словословья, в песнях воскликнем Ему». Группа приготовила песни. Мы будем петь, мы будем хвалить Господа Бога нашего. Он достоин славы, Он достоин хвалы. Его имя да будет возвеличено, Его имя да будет прославлено. Я приглашаю всех вас, давайте мы встанем для молитвы. Мировые братья и сестры, как всегда рад видеть вас в Доме Божьем. И приветствую вас в любовь к Господу нашего Иисуса Христа. Я прошу прощения, я сегодня переболел, не могу петь, но я рад быть сегодня в Доме Божьем, так как я отсутствовал в прошлом воскресенье и скучал. Также благодарю молодежь и всех, кто молились за меня, за мое восстановление. Очень признателен, у меня почти все прошло, но я могу сегодня быть здесь и славить вместе с вами и ними Бога на инструменте. И хочу вас призывать, как всегда, к поклонению. Мы будем петь песни, которые восхваляют имя нашего Бога. И, как всегда, обращаясь к Священному Писанию, хочу прочитать в назидание вам Псалом 39. Псалом 39 говорит. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из стенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему. Увидеть многие их боятся, и будут уповать на Господа. Аллилуйя. Аминь. Будьте благословены. Славьте Его. Будьте благословены. Будьте благословены. Будьте благословены. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Звучит песня. 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 Я поклоняюсь. Я поклоняюсь, я поклоняюсь. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня.